а ты все в ставрополе ты все в ставрополе то я чую ушки у него чистые ребята ему выйти тебе на работу не ходить тебе на работу не ходить что сидишь в темноте покупалась бачу свежая сидишь свежая мама каже вчера мужик приходит ну а тут тут краник маевска вот чешутся но батареи по-моему уже теплые по моему батареи уже теплые да но они видно пустили воду заполнили систему подача сверху не они теплые они уже не халут они не горячие но не холодные да ну не такие холодные какие-то без сахар у меня сахар сегодня у меня вчера был амнезия сейчас вчера был 8 и 5 а сегодня на 1 и больше компот есть есть манджа есть борщ мама не хочу ни те ни те ни те не хочешь борща ни те ни те ни те а чё ну давай мясо пойди гречку быстро сварю гречку сварю сейчас сварю яичко сварю ира заболела ты мне ничего не кажешь ира каже а я вчера сырой балакаю это я маме говорила я с инстаграма побачив что ты заболела она каже мама что ничего не казала я кажу не ну она казала мы почти все заболели она каже ну мама значит не придала этому значения но не все поболели то она поздавала тесты коронавируса нема а температура и все на свете не кашляют ну каже бронхит типа такого но меня меня ты не казала ты вот тут крутишь другой раз меня не слухаешь ты вот там у телефона ты веришь что такое бывает маме я верю но я ушами слышу все не сказал она сказала что гена переболил температура я тоже родик тоже у меня потому что садик закрытый я сейчас просила вы привезли болячки с турции она каже нет приезжали ну тут да с турции не признается 6 турции я же сказала кашу признаваться с турции они тут заболели ну она каже приехали потом но чё на кашу не признается что я думала ты каши из турции не из турции а не из турции я думала что кашу я уже работаю было три дня температура сбыл я тоже каже насморок она казала родик тоже не в садик уснею тоже в садик ты постоянно на карантине что то я вчера с ней разговаривала видно что голос такое хребший она типа как бронхит знаете вот такой где мы будем числаться будем числаться со мной зайчик иди до меня иди сейчас зайчик знаешь вот там лежит я чесалка я уже бежить да чесаться бежить давай давай иди сюда иди сюда где будем где будем числаться оттуда или на кроватку сейчас он будет ай так красивый ай так и вот 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 так сейчас он на кровать будет лезти там любит числаться он там лягает видится до тебя сейчас и на кровать дальше идёт покажешь и там уже ляже ох хитрый lamb наружной лягайте лягай лягай давай 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 89 Snack SigridMA голая будем числаться в лягай вот так ты что ты что сладкий да А так, Люба, Люба, страшно, Люба, Люба, страшно. А мурчит? Чего и так мурчит? Довольный, довольный, довольный. Давай вот так. Да, 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 ты, Люба, шестой. И тут, чтоб тебя почухал, и тут. Давай, давай. Вот так, вот так. И лапки, и бачок, Люба. Вот так. Знаете, сегодня тоже зашел, смотрю, антиквару, то есть этот, ну, зритель, забыл, как антиквариат, чешу. Написано, молодец, помог бабушке. И вот все такие подобные, знаете, сообщения, когда пишут, ой, молодец, МЛ помог. Вот люди даже не так, не любят, когда меня хвалят. Некоторые там такие прямо аж, ой, на камеру помог. Шо ж вы, это самое, это ж специально. У него такое сперва он провоцирует. Я никого не провоцирую. У меня есть мое мнение, которое я иногда высказываю, но от того, что я его высказываю или не высказываю, но у меня остается неизменным это мнение. Вот. Никого я не оскорбляю, первый никогда в жизни. Никого я никогда ничем не унижаю и считаю, что ну шо, шо ты снимаешь, то есть, ну вот, плохое. Шел кота, вот увидел кота, покормил. Специально я их не ищу. Я не встречаю их, и слава богу, потому что я потом болею с этими котами. Ой, вывернувся, довольный, довольный. Все равно сказать, ой, ему больно, вот я больно, он был, шо, он довольный, лежит, мурчить. Вот, и у тебя даже уже не знаю, ребята, знаете, снимаешь, там что-то, то, что тебе прислали, тебе помогли, ага, снимайте, тебе показывай, что ты молчишь, не говоришь, что тебе. То есть, снимешь, что-то ты кому-то помог для пиара. Уже он больницу ремонтировал, не показывал. А там пишет, а кто там ремонтировал, а то вы знаете, а то он чинен, он зашел, снял, придумал, что он, если бы то он ремонтировал, он бы тут бы сто серий снял. Ой, в общем, делаешь что-то по порыву своей души, можно же каждый день, знаете, такую бабку находить, людей с проблемами. Ну, у кого-то в Днепре сгорел дом. И, значит, пишут там, обратитесь к Самвелу, он вам поможет в комментариях. У меня парень пишет, что мы с родителями остались, ждем от вас помощи. Какой помощи? Чем я помогу? Что, дом куплю новый или что? Или буду, ну, мог бы ради пиара побежать снимать. Вон, Алексей не принял мою помощь, до свидания. Никакой пиар потом ему не помог, чтобы я туда пошел. вот, все, все добровольно. Я не люблю сам такие каналы, которые на этом раскручиваются. Ну, лучше уж на таком раскручиваться, чем на каком-то плохом. В принципе, пусть они зарабатывают на этом, но они хоть кому-то помогают посредством того, что они хотят заработать. эти каналы набирают миллионные просмотры, быстро набирают публику, им не надо себя в трусах показывать, не надо дурачиться, не надо думать, что снимать. Они находят там бомжей, алкашей, бедных, вообще там трешняк полнейший, где живут там, и начинают там снимать, делать добрые дела, зарабатывают на этом деньги. Ну, таким образом они им помогают, хотя бы так. Вот. Конечно, это не самый тяжелый путь блогерства. Вот. И всегда есть как бы тема, что снимать. я этим не пользуюсь, я делаю только по своему душевному порыву, как и все остальное. Потому что я не нуждаюсь в том, чтобы сейчас заработать и думать о том, что снять контент этот выискать. Зайцы, какой ты красивый. Ну, какой ты красивый. А кайфуешь страшно. А кайфуешь страшно. Крутится. Крутится. И так показываешь. А с этой стороны ты прям. И вот тут ножками не почеши показывай. Да? Скажи классно, Пусик. Скажи классно, как тебе массажик. Да? Да. И морчить без остановки. Если бы он жил со мной, я бы, наверное, пиво сделал бы тоже ручным. Хотя, вот люди говорят, что невозможно вот этих котов, что они все равно своенравные, вот такие, любят особняком быть. То есть, это не значит, что они не любят хозяева или любят. Они просто держатся особняком. Да. Давай вот тут. Давай. Ай, мурчишь. Какие же красивые цепи терицы. А? Ой, красивые. Ой, красивые. Да. Ох, глянь, так выкручивается. Его бачили таким. Вот так мамка его тоже чешет. И Зина приходит чешет. И я его чешу, прихожу. Какие у него ушки красивенькие. Такие чистенькие, чистенькие. Вычищены. Доверят, что этой породы вот так собирается грязь в ушах. Не знаю, правда-неправда, но еще не покупал. Надо все-таки купить ему на холку адвокат. Он и от клеща ушло и от всего остального. Ой, хорошо, да, хорошо. Когда шкура толстая, тебе надо хорошо. Ты толстокожий, и Петерец, да? Вин, вне политики. Наши отношения с ним вне политики. И, в принципе, со всеми людьми у меня отношения. Вот говорят там, что я зазомбированный. Я не зазомбированный. У нас есть в театре люди разных политических взглядов, так сказать. Причем даже мои самые любимые партнеры. Они там с кровью будут доказывать обратное, чем я. Но это вообще нам не мешает друг друга любить, уважать, работать вместе. И быть, помогать друг другу, если надо, это нам не мешает. Абсолютно. Поэтому. Да? Зайчик. У каждого свое есть мнение. Мей заяц. Мей заяц. Красивый, да? Да. Ну, так и сладкий. Да, Ира приболела, конечно, тоже. Говорит, температура. И то я ей тоже, говорю, жидкостей много. Ну, говорит, ну, коронавируса нет. Говорит, ну, что за херня? И так, говорит. В общем, такое. Все, царина чесался и довольный. Пишем на кухню. Пишем на кухню. Пишем ест. Пастунцами. Помахав. Питерским. Ой. Пусик. Пусик. Довольный? Почухав его хорошо. Почухав хорошо. А я сегодня его чесала. Тебе ты больше начесал. Чи душа нажимаешь? Ну, я душа жму, да. Держи, выкинь. Давай, я уборосим. Да, в мусорку. Да, я знаю. Ну, я шоу. Ну, так это же в мусор сперва, да? Чи ты куда его? В мусорку? В туалет нельзя таке. Нет, я не кидаю в туалет. Оно не промываю. Я колись один раз попробовала. Давай, давай. Нельзя, нельзя. Остается. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Сейчас я руки хорошо вымой. Уже кипыть, это самое. Яйца бросила, кипыть. Мяска есть, помидорчики есть. Да. Все будет в порядке. Нас уже занесешь, а я уже хорошо вымой. Ой, сам в ванную иду уже. За турками. Все равно от него, видите, вот эта порода, она вот такие вот шерстянки лизут. Это усик его. Здоровый. Ой, господи, забываю. А что там кажут у Едика, крыша обвалилась? Что, что? Что кажут у Едика, потолок обвалился? А, это я думала. А что я думала, что пригласила вся Анзорова женщина на день рождения. И перед днем рождения они хотели идти вот так вот кусочек, где люстра. А в какой комнате? А ты, наверное, там, где они живут, на первом этаже, по-моему. А что он заделал? Не знаю. И так постучал, взял водя, думаю, что он надевал. Господи, в одного потолка к другому. Кажут, два брата с потолками возятся. А он тогда надевал вот такую фуражку. А у нас, скажут, хорошо, что все надевай. Куртка была с маленьким капюшоном. Ну, не толстая. Накинул еще и с верху кастрюлю такую надевал, чтобы не сипался. И брал, и трошки, ну, вот так вот, кладка. Вот так. Клоунадо, понятно. Обрав, обрав, да. Понятно. Ну, что полно? Ну, а что? Кастрюлю на голову? Ну, а что, кастрюлю на голову надевал? Не, ну, да. А что памперс на голову надевал? Ну, она держала. А ты ему скажи, хай другий раз памперс, один, а він мягкий. Я успокойся, не игнорюю. А что ты начинаешь? А тут, каш, я не смейся. Не, не люблю клоунаду ради клоунады. Когда люди позиционируют себя грамотными и ведут себя, как... Бывает. Бывает такое. Ну, и что сделал, пообирал, и тогда... Это я могу таке сделать, а другому это не иди, понимаешь? Это клоунада. Это я могу таке сделать, а другому это не иди. Ну, это я так считаю. Мам, иногда, знаешь, полезно, чтобы что-то стукнуло по голове. Мам, иногда полезно, чтобы что-то стукнуло по голове. Ладно. Ты все равно, что я скажу, тебе не так. Нет. Ты не научился своих зрителей. Не, не, не. Научился. Вот, смотри на меня, какой у меня халат. Приходит вчера до меня приятельница и говорит, Татьяна Васильевна, халат такой красивый. Кажет, он уже в ней старый, слышишь? Не старый, никто не сказал, повернись. Что, он люрик? Он в тебе весь в шерсти. Ну, так вот кота. Ну, так об этом люди и говорили, не сказали, что он старый. Нет, сказали, что негодный, поганий уже старый, надо выкидать. Нет, не выкидать, он надо чистить. Где специальная щетка? Есть ничего страшного. Дай сюда, дай сюда. Я лежу, где кот лазит. Я наверху этого лежу, лежу. Но его одеваю редко. Там она где-то видела. Где-то видела Сабел. Чи вот тут. Кажет, это... Чи так. Кажут. А я кажу, я сейчас достану одну вещь и покажу им. Да где же она, черта? Чи тут, чи может, там. На кухне где-то видела. Там нет, да? А тут нет. А ну подожди, ты знаешь, что? Закинули это самое. Ого. Такая резинка была от чехла, что продукты складывать. Маргарита высылала мне. Там был такой, как лоточек двойный. А сверху была резинка. Не знаю, а это не она, а вот какая-то резинка. Вот эта толстенькая. Так, не такая. А, ну, не знаю. Как поясочек. Не знаю. Не знаешь, чекай. Да я шукаю вот это, что ты говоришь. Так вот, если я шукаю, значит, оно на кухне. Кстати, вот это пусико надо вот этим еще попробовать. Это для подшерстка. Фурминатор. А вот и ты. Вот, вот. Не бойся. О, это фурминатор. Не подшерсточек убираем. Вот я его недолго ношу. Чуть-чуть подела. Жарко, я скину. Вот это тоже хорошая штука. Да, я знаю. Я чищу тоже такое. Фурминатор. Красивый цвет у меня волос. Красивый. Его надо стирать и чистить. Не надо мне не стирать. Я его Ритко одеваю. Если удела прошла, то пишу. Ну, как Ритко, ты уже не бежишь. Потому что мне жарко, я скидаю. Ваня в жарко часто кидаю, я скидаю. Если я одеваю на 10-20 минут, а что я скину? Ха-ха-ха, иди, а я за ним. Иди, а я за ним. Вот, это хорошая штучка. Хорошая штучка. О, глянь так. Она тебе хорошо. Да. Это тебе та просто для массажа? Ой. Да не надо, не шука. Та не шукай, не надо, ради Бога. А то прямо грязно. Я приготовила одну вещь и покажу. Он, во-первых, красивый. Свет мне подходит под волосы. Вот оно, да? То, что ты сказал. Самарка. Да. Да, сзади сделал. Я же его беру до себя на руки, притуляю. Ты пришел, я скидаю. Мне жарко тебе. А зачем ты его одеваешь? То жарко, и на то... А зачем ты его одеваешь при мне? Ну так, как прохладно накинула, не скинула. Я можу его 10 раз. По 5 минут и все. Я его носю мало. А я приготовила вот эту вещь. Вот эту вещь. И хочу показать, чтобы я ходила в красивом халате. Смотрите, какая ткань. И вышито настоящими золотыми нитками и серебряными. Это делается в России. Город Торжок. Вот паспорт на его все есть. И что? Понятно? Если вы вышли, то мне такой халат, я буду как королева. Так тебе он тоже грязный. Подивись, какой красивый. Тоже он грязный. Да, да. А где у чехли лежал грязный? Ну грязный. Ты только взяла, уже грязный. Да прямо успокойся, у меня грязный летит, у меня еще по трехням и сыпется. Не давать мне. Каждый раз я тут хернию. Мам. Каждый раз. Ну ты взяла, прислонила, прислонила до себе. Все, уже грязный. От того, что халата... А где уже частенько пишут, что я не знаю. Мам. А то еще пишут, Эдику пишут. Эдик, а что тебе мама? Здесь у Матюка? Да, вы меня сделали, Матюшница. Здесь. Ага. Вот Эдик и вышла из тюрьмы. У Мелитополя пожила после тюрьмы. А тогда сама у меня сюда забила. С пеленок. Все же и сидела. С пеленок. Хоть бы мололи, и каже одна, пишет еще, пишет. А что мы будем за вас переживать, ТВ? У нас есть свои мамы. Так вот я вам, женщина, отвечу. Правильно вы скажете. У вас есть свои мамы. Переживайте за них. Если вы мне желаете здоровья, я желаю и вашей маме того же самого. Но если вы пишете на меня гадости, поверните их на свою маму. Декай. Вот так. Чтобы вы тоже сочувствовали. И мне бы очень хотелось знать, что бы вы сказали. Если бы мололи вот таки, как на меня. Чтобы вы, как дочка, сказали. А ну стой, что у тебя в голове? Двадцать уже, ужас один. А это что, шесть? Ну что? Там шестерка в тебе какаясь. Яка шестерка? Ой, стой, ну стой. Еще одна. Яка шестерка? О, три шестерки. А что это такое? Такое, чутки шестерки. Три шестерки в волосах в тебе. Які шестерки? Ты гомен, Павел. Ты матюхала с детства, ты гомен. О, не вывеси, да. Ну вот смотри, ты кажешь, что от тебя трибуха сыпется. Вот смотри, посмотри на это. Ну посмотри на это. Вот ты сейчас. Я поплавалась куда? Вот. И оно уже грязное. Я вот тебе, мама. А тут сейчас, подивися. Ну так, ну мам. Провела, тут же кот прыгает и ходит. О, вот. Ну поэтому я сказал, оно уже грязное. А ты начала орать, что в мене трибуха. Мам, я тебе сказал, что уже грязное ты взяла в руку. А ты такая, что, а в мене... Не так было. Я так и сказал, что ты взяла в руку и уже грязное. Все. Потому что сразу что-то причепилось. Причепилось, потому что я котаблю. Потому что грязное в руку. Да, это у меня грязь. Грязь есть грязь. А это волосы. Котячи. Да. Не кругом. Не знаю, так само, как у нас. У тебя везде грязь. Грязь есть грязь, а волосы есть кто? Такое непорисходное. Ну мам, хорошо. Версенька. Хорошо, как назвать твой халат, если он весь шерстный? Можно сказать, что он грязный? Нет. От шерсти. Грязный от шерсти, не? Нельзя сказать? Он чистый от шерсти. Ну не грязь. Ну а что? Ну а как назвать это? Ну так и что? Волосы. Ну твой халат шерстный весь. Да. Ладно, хватит. Просто. Не будь во мне зверь. Не дергай, не дергай. Ой, мама. Это ты будешь рассказывать кому-то другому. Если я дергну за уши, то отлетит голова. Наварила. Попробуй на соль. Я всталу. Дверь закривай, когда в туалет ходишь. У нас ставится комментарий. Где она за цей этот вычитала, я даже представить не могу. Это, кстати, прикольная стука, я вам сейчас покажу. Одно яйцо очищу. Все, яйца есть. Я всегда их чистю, а потом я их промываю. Может, где маленькая шкурочка осталась. Хочешь закрыть? Угу. Хочешь? Хе. Хорошо. Сейчас оно постоит. Посмотрим, что получится. Ой, уже опаздываю на работу. На работу? На час. Так, а сейчас нема часу, сынок. Сейчас 12. Опять минут втону. Подивися. Ой, это появилось несколько часов. Только один. Вот. Так. Хватит. На, чтобы хорошее было. Там немало каши. Хорошо. На. О, и что? О, положила. Ну, я что, один кусок и другой мало? Хватит. Давай еще добавлю. Мне не жалко, что ты начинаешь? Да ничего я не начинаю, успокойся. Что ты начинаешь? Я спокойна. Сильно ты заводна стала, так скажу. Такая прям матерая. Серега бы такая была. Причем тут сына? Да, при том. Лежит, хай лучше. Ну, хай лежит. Да, да. Они тебе надо? Ну, мне не всрались. Не надо так делать. Вилку вытирать, а в грязной тряпке. Яка вона грязная? Ага. Грязная. Эта сухая. Я сегодня не вытираю. Я же не взяла вот ту, что со стола. Так, что получилось? А ту, что на доме висит. Мне надо должно остыть, конечно. Начинаю я повернутися. Мам, не придираться, не надо. А в трусы вытришься. А в трусы я ничего не вытираю. А в трусы еще вытришься. А в трусы вытри свои. Что? А в трусы вытри свои. А в какие трусы? Грязные. Наня, как я это... Где ты бачишь, у меня трусы грязные? Я тебе просто говорю, а в трусы еще вытри. Что в болоте, а в молоте. Наня, так прикольно получилось. Чтобы не завонялись. Все, мам, можно поесть спокойно? Можно, пожалуйста. Все, свободно. Я вам обидите.